Следующий гидрой вверх везет в тюрьме 57,5 килограмм. Форум лодок, 8 граммов по 3 килограмм. Фаркот парфива в Кузьминске, Олег Петербург, Олег Петербург, Олег Петербург. Вот нам представили следующий поединок, в котором в весе до 57,2 килограммов встретятся Фархад Арипал, Узбекистан и Олег Ефимович, представляющий Union Boxing Promotion Украина. Рейтинговый 8-раундовый поединок нас ожидает. Красный угол ринга, Фархад Арипал, Узбекистан. Хотелось бы сказать, что на этом 10-м турнире про боксин-шоу принимают участие боксеры и тренера из 11 стран. Россия, Узбекистан, Латвия, Эстония, Украина, Венгрия. Также судьи Дания, Польша, Италия, Франция, Испания. Вот мы видим, как выходит узбекский боксер, наверное, под национальную музыку. Фархад Архипал провел 18 поединков на профессиональном ринге из 10. В 10-ти одержал победу. 7 проиграл, 1 ничья. Ему 26 лет. Мы всегда знаем, что боксеры Узбекистана, Максим, хорошие боксеры. Да, техничные очень. Казахи, Узбеки очень техничные. В Советском Союзе боксеры очень хорошие, очень техничные. Наши боксеры украинские неоднократно их побеждали. Да, хотелось бы также сказать о нашей национальной сборной любительского бокса, в которой на последнем чемпионате мира завоевали 5 медалей. 4 из которых высшего достоинства, золотые и одна серебряная. Таким образом, они завоевали лицензии на предстоящие Олимпийские игры, которые пройдут в Лондоне летом в 2012 году. А вот в ринг выходит наш боксер, представляющий Union Boxing Promotion Олег Ефимович. Вот, видите, вместе с ним выходят Игорь Гапон и Валерий Черенков. Ну, Олег уже титулованный боксер наш. Провел 22 поединка, с 20 выиграл, 11 нокаутом. Имеет уже множество поясов, в том числе антидеканального чемпиона по версии ВБУ. Да, помимо всего, у него серьезная любительская карьера. Он участник и чемпионата Европы, и чемпионата мира. И на Олимпийские игры он отбирался. Серьезная карьера любителя за плечами. Вот уже серьезная карьера и боксера-профессионала. Также этот боксер женат, имеет двух детей. Жена, дети за него переживают, болеют, я думаю. Хороший победитель. Хороший победитель. Хороший победитель. Ну, Олег, хороший техничный боксер, очень хороший высокотехничный боксер. Обычно он сразу переходит к конкретным действиям. Боксер простается, он должен разбираться с такими боксерами. Да, грехи техники он замечает сразу, наказывает за них. Олег, давай, давай, давай! Олег, давай! Разведка идет, первый раунд разведки. Каждый подбирается на свою дистанцию. Размашется, бьет Узбек чуть-чуть. Да, да, да. Опасно головой идет. Олег, хватит, хватит! На земле уйдет! Олег, не изменяет себе, как первым номером обычно он работает. Может и назад пойти, конечно. Постоянно ищет. Получается, выкинь, выкинь, мы с вами записываем. Концовку хорошо пройдено. Ну а раунд напряженный. Интересно. Вот услышали, вам только что представили узбекского боксера, который тоже имеет довольно-таки хороший послужной список. 18 боев, 10 побед, 5 нокаутов. Второй раунд. Вот хорошо наказывает, только провалил сразу. Хорошая техника. Тут нужно сразу контратаковать. Да, бросается узбек. Да, бросается. Вон видно, что от ковина бросается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чуть повнимательный. Нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четкая работа передней руки. Чаще нужно передней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также еще хотелось вам сказать, уважаемые телезрители, любители бокса, что на вот этой конвенции, которая проходила в Донецке, 90-й юбилейной, ВБА, присутствовал легендарный боксер из Панамы, Роберто Диран. Вы можете его знать, это бывший чемпион мира, вы можете знать его по таким поединкам, как... Там была целая плеяда таких боксеров, как Марвин Хаглер, Томас Хирнс, Рей Леонард. И вот Роберто Диран. Среди вот этих четверых человек такие бои были, конечно, ожесточенные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень интересно, это конец 70-80-х годов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вы слышали, представляли нашего Олега Ефимовича. 18 лет отдал боксу уже. Какой длительный спортивный век. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИСЫВАЙСКИ 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 Чётко работают передние руки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки доминирует Олег. Передняя рука намного лучше. Чем не узбеку. обыгрывает и обыгрывает она нужно раскрыть и четко нанести правый удар хочет зайти ударить левым боковым ну алик такой боксер может темп звените в конце поединка так что может искать искать концу поединка может и взвинтить темп боя подсказнился боксер видно отлично сейчас встретим узбека тоже внимательным надо быть узбек и размашисто бьет и так для открытой открывая и в атаку идет не сомневаясь так откровенно откровенно абсолютно тут хороший встречный удар тем более что левая рука всегда его встречает четко встретить можно справа вот тут можно встречать опускается правая рука вон узбека видно что низко опущено левый бьет правый опускается подбородок открытый да делает широкий шаг такой вперед и сокращает дистанцию конечно но бросается узбекский боксер вяжет вот хороший Не надо принимать его, вязаться с ним, а также с дистанции расстреливать его, выдержать дальше с ним. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда бросается, он руки опускает. Хорошо его встретить. Вот видно, что бежит боксер. На встречу нужно бить сразу, моментально. Да, не пятится от него. Хорошо сбивать его передней рукой. Взбивать постоянно. Он тем более суется головой вперед. Да, да, и передней рукой. Передней рукой сбивать, сбивать, сбивать. А там уже, когда он бросаться будет. Открываться, бить сильнейшей рукой. Тем более, что у Олега передняя рука намного быстрее и эффективнее. Вот так вот. Вот так вот. Вот еще вот. Вот передней рукой сбивать атаки. Не давать ему просто, не думать, не давать, не атаки свои развивать. Тем более, что бросается. Бросается, бросается. Да. Так все, встречаю. Я думаю, немножко все-таки он подсел функционально. Функционально подсел венгар. Ой, венгар, говорю. Узбек. Вот голову опускает и идет с отпущенной головой. Тут, да. Вот хороший эффективный удар был снизу. Опускает голову снизу ходили. Вот, хорошо. Вот стал разбираться, как вы сказали. Не давать возможности. И голову убирает в одну сторону. В одну сторону убирает голову. С ударами надо. Нужно только с ударами. Ну вот вперед тоже идти с ударами. Вот, отлично. На движение ловит хорошо его. Вот, попал хороший удар. Хорошо, отлично. Вот, хорошо. Хорошо на встрече. Не бросается. Вот так ловит хороший удар. Он уже не бросается. Он уже не бросается. Он уже не бросается. Не бросается. Не бросается. Как мы желаем, в команде «Тиму-Неплодьевых окружек» поражаю благодарность своему данному партнеру, официальному спонсору сегодняшнего турнира, частному акционерному обществу «Герконес». Вот видно, как руки опущены узбейского боксера. Опереди здесь. Вот, слышите, тренера тоже говорят. Передняя. Опережай. Постоянно опережай. Опережай. Полбирай его. Не давай пространства для действия, чтобы он не бросался. Оп deadly в локти Передняя рука, Олег, просто бросать, сбить ему атаку. Уже видно, что тактическое ставлено, перевес на ногу. Да, он чувствует его и ногами, чувствует. Видно, как его проваливает. Попятился уже в баскетбе. Да, он уже попятился. Он уже раунда два или три назад подсел так. Да, да, держался, держался. Функционально не сильно готов, может, к поединку, может, просто устал. Вот здесь вот попадает, четкий удар попадает. Вставляет четкое. Вот четкий удар в джеб левой руки. Уже рвали, это коронный левый боковой. Да, с передней руки. Да, с передней руки хочет выйти на этот удар. Закончил бой достаточно. Держит боксер. Сбился боксер. Сбился боксер. Чуть грязно бьет, зато вот цепляет узбек. Во! Морь! Морь! Бой! Морь! 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 Морь, морь! Грязно! 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 Держитほу! Вот хороший боковой удар. Розбек не хочет отрываться. Почувствовал неладное. Не хочет теперь отрываться. От нашего боксера. Он сближается, когда удержу, он не подходит. Как только я его дистанцию не держу, мы сближаемся. Он или головой тогда идет. Вот слышите, сам Олег говорит, как только сближаемся, он или головой идет. Понятно, что боксер уже выбрал для себя определенную дистанцию. Узбек, я думаю, почувствовал техническое превосходство, скажем так, Олега. Все равно, я думаю, каждый выходит в ринг не проигрывать. Да, да, здесь бокс есть бокс до последней минуты, до последней секунды. Ну, хорошо, в среде, ладно, хорошо. А вблизи не дает Узбек работать, вяжет, не дает работать. Олег! 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 Чуть больше ударов бы. Так все хорошо, и контролирует ход поединка, и видит, чуть-чуть до точных ударов. Узбеку дают отдыхать. И сразу идет опасное движение головы. В профессиональном боксе есть такие приемы, которые идут для рассечения. Подпадривает публика. Публика просит активных действий. Узбек устал, видно, двигается, двигается. Потом атаки носят такой хаотичный характер. Бросается просто. Усталость сказывается уже. Услышите тренерские наставления. Стас Мердов отсекундировал сегодня всех своих товарищей, всех одноклубников. Устал. Напомним вам, что он не боксирует, так как недавно проводил бой за звание суперчемпиона в Австралии. В котором, если можно так сказать, ему совсем чуть-чуть не хватило для победы. Я могу заметить, что Стас Мердов поднялся в рейтинге, а его оппонент, который победил, опустился в рейтинге. Да, Стас находился на 97-м месте в рейтинге, а сейчас он находится на 37-м в рейтинге мировой классификации бокса. Олег пошел в размену уже. Да, в размен пошел. Обострился бой. Видите, как под левую руку Олег подводит несколько обманных движений. И потом... Да, левый боковой. Левый боковой. Коронный удар он. Хорошо. Точно его. Гуляет, гуляет уже узбек. Но нужно... Да, дает ему отдыхать. Не нужно давать отдыхать. Не нужно давать отдыхать. Он гуляет, восстанавливается. Он гуляет без напряжения. Олег тоже не делает никаких активных действий. Скажем так, не беспокоит его своими ударами. Но он отдыхает. Вот здесь. Вот так. Вот такая работа должна быть. На чувство пока... Отлично. Хорошо. Унащение подпалок. Хорошо. Сейчас пойдемте. Хорошо. Хорошо. Теперь будет при этом! Анатману Hammer. Битмасов. Хороший удар по печени. Хорошо пробивает такой. Точечный удар. Точечный удар. Достигающие цели у Орлина. Точно бьют. Вот здесь навстречу. Видите, как опасно только что. На сближение пошел Узбек головами. Ударились. Сейчас мы увидим последний раунд. Битмасов. Размен в начале раунда. Размен в начале раунда. Удар в область печени. Точный. Удар в область печени. Видно, как он бросается. Опасно головой еще идет на сближение. Последний раунд. Публика требует еще более решительных действий. Более уверенной победы хочет. Да, может так сказать. Василь. А вот следующий удар. Раунд24. Как он просто поиск. Вместе с этим увидели почтиém 복sal. Разместный удар. Чидина. Пожарство. Как получит fog. Погarms взрыв. И все это. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...